Все начиналось с первенства России, который проходил в Екатеринбурге. Роман ехал в качестве чемпиона, и тут его ждала снова удача. В весе до 54 килограмм участвовало 20 спортсменов из разных городов России. Роман провел три боя, где одержал довольно спокойные победы. В финале достался соперник из Дагестана. И вновь победа досталась нашему земляку. После чего получил приглашение на чемпионат мира. Когда занимаешь первое-второе место на первенстве России, тебе дает, ну, как бы, ты попадаешь в сборную России. И вот, и из сборной России ты можешь принимать участие на международных соревнованиях. Европа, мира. Вот, в этом году проходила мира. И, ну, и мне прислали приглашение, то, что, ну, заявку, то, что я могу участвовать там в составе сборной России. Первенство проходило в Ирландии. Перед тем, как поехать за границу, Роман проходил учебно-тренировочные сборы в Подмосковье. Тренировки проходили две недели. По словам Кумертаусца, спортивная подготовка далась Роману очень тяжело. Было по три тренировки в день. Очень, ну, ранний подъем, в полседьмого. Вот, мы шли на зарядку. Зарядка проходила от часа до полтора часа. Но это не такая зарядка, как вот, ну, как показывают по телевидению. Там совсем все по-другому. Вот, после этого у нас была, ну, была тренировка. Тренировочный процесс прошел на славу. В хорошей физической форме спортсмен прибыл в Ирландию, где провел три боя. Сначала с легкостью одолел итальянца, а в полуфинале был повержен противник из Казахстана. Лоу, лоу! Вот наш лоу! Лоу, молодец, Роман! В финале вновь Роман столкнулся с серебряным чемпионом России, спортсменом из Дагестана. В тяжелейшем поединке наш земляк уступил сопернику. По словам Романа Суняева, это была судьба. Я не могу сказать, что я точно проиграл, потому что там есть некоторые сомнения. То есть, был он честный судей? Ну, возможно, потому что я ничего не буду сейчас грешить. Он тоже молодец. Он так же старался, так же готовился. Ну, такая судьба, значит. Роман выразил большую благодарность своим родителям и жителям города за финансовую поддержку. Полностью оплатили поездку, это мы с женой оплатили эту поездку полностью. И огромное спасибо тем людям, которые действительно помогли, скидывали деньги. После проигрыша Роман не собирается опускать руки. Впереди у него длительные тренировки и подготовка к следующим спортивным соревнованиям.